Ну, в основном, конечно, вот эти продукты. Бабушка очень экономна, нас кормила, так что только не помер. Вот, и так мы оказались... А, тут очень тоже интересный момент. Когда война началась, в первом деле начали эвакуировать, ну, такие институты, связанные с вооружением. И в первую очередь, ну, я не знаю, в первую, ну, в первый эшелон попал институт, где работала тётя Люся. Не ей 13. Это он был всё время так связан с обороной. А доченьку она оставила на даче. Сам. Потому что война должна была кончиться. Ну, буквально через месяц. Так всё говорили. Вот. И в результате Лидочку же тоже привезли к бабушке на дачу. И в результате мамочка моя осталась... Почему Лидочку? Люсю? А? Бабушка... Бабушка... Подожди. Бабушка Клаба жила с Олей. Подожди, нет, нет, нет. Это я понимаю. А ты сказала, Лидочку привезли. Из Москвы. А это же Люся была. Чего? И Люся на маму уехала в эвакуацию. Да. А Люсю привезли. Ты сказала, Лидочку. Подожди. Ниночка осталась... Мы были на... Подожди. Мы уехали на дачу. Тут Люся уехала в эвакуацию, а Ниночку оставила, да? Мы уехали... Не в эвакуацию, а на дачу. На дачу поехала я, Нина и Лидочка, которую привезли из Москвы на дачу к бабушке. Ты, Нина и Лидочка, окей. Да. А тут началась война. Да, да, да. Я не знаю, почему тетя Аля сразу не приехала. Этого я не помню и не знаю. То ли просто сразу запретили въехать в Ленинград. Ну, в общем, мама осталась с ребят детьми и бабушкой. А эти все уехали. Сочиня Люся, потому что вообще говоришь, что война же вообще две минуты кончится. Ну, вот так мы, значит, и остались. Вот спасло нас, конечно, то, что продукты были закуплены. Крупы... Это был 41-й год, да? Да. А когда началась блокада? Блокада началась очень быстро. То есть это вот эта первая зима, да? Да, она осенью, по-моему, началась. Я, честно говоря, не помню. Вот. И только благодаря этим продуктам, ну и тому, что мама работала в магазине, мы все втроем остались живые. Представляешь себе, да? Я даже не знаю, давали ли налитку карточку. Она же не прописанная, ничего. Я бы от этого просто когда-то не интересовалась, а сейчас уже и спросить не у кого. На Нину-то, наверное, давали. Она хоть у бабки там была прописанная. А на Лизечку не знаю. Ну, вообще, может быть, и давали, и, может, и прописали, потому что у нас была очень хорошая паспортистка Зинаида Еленевична. Она к нам хорошо относилась. Ну, тоже не знаю, могла она это сделать или нет. Вот этого я не знаю. Ну, во всяком случае, не померли. Вот, еще и соседи выжили. А вывезли вас когда? А вывезли нас, когда перестали давать карточки на иждивенту. Вот был такой момент, 42-й год, начало там где-то. То есть вы весь 40... Весной, 42-й год. Весной жили, а весной? 42-й год по льду Ладожского озера, который уже таял, мы уехали. Вот я даже помню, как машина ушла под лед. Да, это я помню. У нас бабушка закрыла красным одеялом, чтобы мы не высовывались и не смотрели. Ну, я, конечно, вылетела оттуда. Это было, конечно, очень страшно. Ну, приехали мы, значит, это самое, Молотов. А там тетя Люся с новым мужем, немцем, Аскаром какой-то был, или Аскарович. Николай Аскарович. Ну, он работал тоже вместе с ним, немец по национальности. Они жили в крохотной комнатке. Им там дали комнату, да. И когда это мы все вывалились, он так поглядел и сказал, что ему и это не надо. И ушел. Я не знаю, было это в первый день или на десятый. Ну, в общем, бросил Люся прекрасную. И вот мы остались. Да, самое-то еще главное. Мы ехали, значит, втроем, три сестры чеховские. И с нами мальчик, этот самый, тетя Поля же соседка-то у нас была. Это ее племянник. Он тоже к ней приехал, то ли на лето, то ли поступать куда-то. Он был старше, ему было то ли, наверное, лет 16. Потому что его быстро в армию забрали, и он погиб. И он еще с нами поехал. И вот мы ехали, ехали, и бабушка заболела тифом в поезде. А ты что, этого не знала? Бабушка Клава. Клава? Да. Бабушка Клава. Мы с бабушкой Клавой. Мама же осталась в комнате беречь. А, мама, бабушка осталась? Да, бабушка Валя осталась беречь комнату. Вот скажи, вот. Ну, а так бы все, площадь была потеряна. Очень площадь захватывали, и очень было трудно потом отвоевать. Я не знаю, знала она или это, или нет, или просто вообще. Даже не знаю, почему она осталась. Ну, в общем, осталась. Наверное, действительно, знаешь, все-таки две комнаты, установка. Короче говоря, бабушка в поезде заболела тифом. Ее сняли с поезда на станции Данилова. Это даже не так далеко от Питера. И вот мы в такой компании во главе с этим Шуриком поехали дальше. И доехали. И там нас встретила с Веселютя, которая была замужем за Шмидтом. И, в общем, привезла она на свою комнату. У тебя что-то не помню. То ли сначала была... А-а-а. Ну да, это и была. Была у них в частном доме. Дом частный был хирурга Михаила Ивановича, по-моему. Ну, в общем, Михаила, точно. Им там дали комнату, почему-то дали очень большую. Может, а чем-нибудь фута. Может, потом дали большую, когда мы приехали. Я не помню это. Надо будет немного спросить. Ну, во всяком случае, мы приехали, а бабушка осталась в больнице. Вот. А мы приехали. Тетя Люся нас, конечно, увидела. Ну, привезла домой. Ее муж Николай Искарович, как только увидел нас, так сказал, что ему это не подходит. И быстро забрал свою карточку и стал жить отдельно. В этой же самой комнате. Ну, а куда деваться-то? Вот. Значит, у него была такая кровать, потом уже, когда вот тут он отделился, кровать, он сделал в этой кровати, ну, как бы, был топчат, да? Вот это дно, да? Так он сделал вот, ну, ящик такой, куда он все складывал. Куда был Азия. Вот. Вот такой топчан у него был, секретный. И вот так комната пополам. А потом к нему приехала. Или она раньше приехала, или позже. Нет, по-моему, позже. Сестра Мария, пианистка, по-моему. С пианино? Да, ну они же были... С пианино? Серьезно? Привязала туда беда? Нет, пианистка, она пианистка. И это, как ее зовут? Племянница Ирина. Вот так. Их трое, и нас было четверо. Нет, вас пятеро вместе с кем? Пока было четверо. Почему? Потому что бабушку снялись. А мальчик-то куда делся? А мальчик как-то вот быстро исчез. Ему уже исполнилось... Что-то, в общем, где-то... В общем, его в армию забрали. Нет. Что-то он украл. Его посадили в тюрьму. Светлюша тоже была такой хороший человек, конечно. Я не знаю, куда она его делала. Но в моей памяти он совсем не остался. Только знаю по рассказу. Он что-то украл. Его сначала куда-то там посадили, а потом отправили на корону. Где он очень быстро погиб.